Так, проверку. Модель готова к старту. К состязаниям юные техники готовились целый год. Сегодня демонстрируют результат. Все модели они создавали своими руками. Запуск этой лодки стал одним из зрелищных. Судно прошло все препятствия, а это значит, что у участников в кармане 100 баллов. Однако, как среди любителей, так и среди профессионалов бывают и промахи. Например, в этот раз некоторым участникам ветер был непопутным. Дождаться ветра, с поправленными рулями уже нужно запускать, поправку делать. Соревнования проходят в два этапа – теория и практика. Ведь для того, чтобы запустить судно в открытое плавание, важно разбираться в технике, которую держишь в руках. Моя модель – это ракетный катер проекта 205-й ОСА-1. У нее проект 205-й, масштаб 1 к 72. Это одна из самых лучших моделей для начинающих судомоделистов. У ребят было всего 4 попытки, чтобы набрать большее количество очков. Так, школьники выступали в командном и личном первенствах. В свою очередь, педагоги отмечают, благодаря такому развлечению, некоторые дети в будущем связывают свою жизнь с инженерией и другими точными техническими науками. В дальнейшем это может повлиять на профориентацию. Многие из них продолжают дальше обучаться в вузах авиационных и находят профессию дальше. Они могут и военными быть, и инженерами, и конструкторами. То есть это точные науки, это математика, это физика, потому что модель на воде должна устойчивость держать. Уже в эту пятницу станут известны имена лучших юных судостроителей. Они примут участие в общероссийских состязаниях, которые пройдут в ноябре в Томске. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.